Ну, слушайте, история про то, что какой-то журналист приезжает к тому или иному диктатору для персонального интервью, его несколько дней там водят по театрам, музеям, устраивают всякую показуху, всячески ублажают. Эта история совершенно не новая, и Такер Карлсон, конечно, в демократической стране никогда такого приема не получит, поэтому я думаю, что он получает удовольствие от каждого момента, я думаю, что там они просто все, все, на что они способны, они ему покажут, и балет, большой театр, и все остальное, все, что у них еще осталось, а вот эта показуха, они Такеру Карлсон это покажут. Но вопрос, насколько он объективный человек, это мы посмотрим, когда выйдет его интервью с Путиным, и, вы знаете, Такер Карлсон, вот чисто с профессиональной точки зрения, значит, Карлсон обещает, что он интервью в необработанном виде вывесит у себя в социальных сетях, и вот как в необработанном виде, какое оно будет, мы его увидим. Вот очень хочется на это посмотреть, потому что, Ирина, когда мы последний раз видели необработанное интервью Путина, ну вот я просто не могу себе это даже представить. Я точно. Да, если оно будет обработано, то мы это сразу заметим. О, да, еще и как. И что сам Путин обработанный, завжди, это мы тоже пометим. Да, ну, может быть, ему просто принесут интервью в папочке, и он с Путиным даже не встретится, но я тоже не думаю, потому что ему нужны фоточки, ему нужны всякие пруфы, что он там с ним сидел, разговаривал, видеозапись. Поэтому я думаю, что все-таки ему надо будет это сделать, но как-то вот не могу я поверить, что интервью с Путиным будет не монтированное, без купюры. Вот прям то, что он несет там, я не знаю, какой номер Путина там придет на это интервью, это же тоже большой вопрос. Теперь, кому это надо? Я думаю, что Путин таким образом кошмарит элиты демократической партии, то есть он хочет показать, что у него есть свои люди, у него есть свои люди в приближении к Трампу, а Такер Карлсон довольно близок к Трампу, и даже есть некоторые предсказатели, которые говорят, что Трамп потащит его с собой в качестве вице-президента. Мне как-то очень неуютно становится от этой мысли, но да, Путин хочет показать, что у него длинные руки, я до вас доберусь, и если вы будете меня злить и больше помогать Украине, то вот у меня длинные руки. Конечно, это тоже такой психологический террор против американцев, хотя всегда есть и другая сторона, потому что нормальные люди, которые все понимают и все понимают про Такера Карлсона. Слушайте, я до недавнего времени вообще понятия не имел, кто это такой, никогда его не слышал, я не смотрю Fox News, поэтому я никогда вообще даже не слышал об этом человеке, но судя по всему у него там есть несколько миллионов подписчиков, но он абсолютно полный конспиролог, он абсолютно враг всего, что связано с либерализмом, с демократией, с правами меньшинства. Он категорически против этого, поэтому на этой почве, возможно, у него зарождаются какие-то симпатии с Путиным, хотя я не исключаю, что есть там и более меркантильные вещи, потому что, ну, обычно Кремль оплачивает услуги всех своих сторонников, ну, сначала оплачивает, а потом приходится уже работать даром для того, чтобы не распространили про тебя компромат. Один раз достаточно подсадить человека. Ну, вот, я не знаю, я не могу это доказать, поэтому не буду говорить, хотя примеров коррумпированных журналистов мы знаем довольно много. Вот, его выгнали с Fox News, тоже, как я понимаю, за чрезмерный безбашенный трампизм и вот эти все конспирологические теории, все безумные, про заговоры, и во главе с Хиллари Клинтон, и все вот это такое, и про корону, и вот все вот это такое, все конспирологические теории. Ну, да, там несколько миллионов конспирологов на него подписаны. Я, конечно, не хочу преуменьшать, но повлияет ли это, по большому счету, на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки? Я не знаю. Я не знаю, какую эту реакцию вызовет у Трампа, но люди уже говорят, все, это признак того, что Трамп с Путиным договорился. Да нифига, это Путин хочет, чтобы мы думали, что он с Трампом договорился. Это совершенно ничего не значит. Трамп человек эксцентричный, и я не думаю, что Трамп на крючке у Путина или у ФСБ, потому что против него уже столько компромата вышло, что его уже компроматом никаких не напугаешь. Он уже весь просто по горло в судах. Вот вы знаете, что сейчас Федеральный апелляционный суд американский вынес решение, что да, Трампа можно судить за его попытку повлиять на результаты выборов в 2020 году. Можно его за это судить. И это значит, что сейчас будут еще дополнительные всевозможные процессы против Трампа, который действительно пытался повлиять на результаты выборов. И его участие в президентских выборах сегодня совершенно не очевидно. Но даже если он все-таки до выборов доберется, я все-таки надеюсь, что это будет Ники Хейли. Она мне гораздо более симпатична. Но если он все-таки даже до выборов доберется, то все равно не надо слишком уж переоценивать его симпатии к Путину, потому что в прошлом мы уже видели такие истории, и в результате Трамп и долбанул по Вагнерам, и долбанул по режиму Асада томогавками, когда те применили химическое оружие. Так что я не думаю, что Трамп позволит кому-то держать себя в кармане. Трамп первый человек в мире, фактически первый политик в мире, ведущий сверхдержавы. Он не позволит лидеру какой-то третьесортной страны, маленькой экономики, держать его у себя в кармане. Я думаю, что такого просто не может быть. Ну, зная немножко характер Трампа, это не тот человек, который готов будет кому-то подчиняться. Это не Обама, который кланялся королю Саудовской Аравии, или просил прощения у Кубы и проголосовал сам против себя в ООН с осуждением Соединенных Штатов за многолетнюю блокаду Кубы. Ну, просто, да, слов не было у меня, когда это все происходило. Вот, но посмотрим, давайте подождем этого знаменитого интервью Таггера Карлсона, посмотрим, что там они с Путиным замутят, что еще мы там не видели и не слышали. Вот, ну, конечно, да, гадко, конечно, гадко и неприятно. Кстати, Ирина, Таггер Карлсон заявил, что он потом поедет к Зеленскому, он хочет и с Зеленским сделать интервью. Так что посмотрим, насколько он выполнит свое слово и насколько его интервью позволит ему когда-нибудь в будущем въехать в Украину. Да, да, как-то, только Зеленский навряд ли захочет с ним говорить, подозрую я, как в таком анекдоте. Я всегда хотела и думала, что выйду замуж за Льва Лещенко, а ты что знала? Льва Лещенко, так, но шкода, что Льв Лещенко меня не знал. Оце десь приблизительно, з того розряду, мені видається. Але цікава думка ЦВІ, яку поділяють і наші політехнологи деякі, зокрема Борис Тісенгаузен, у нас є такий політехнолог чудовий, я з ним аж же рік веду щодня по буднях рубрику. І він теж говорит, що зарано ми робимо ми, а тим паче Путін, висновки щодо Дональда Трампа, зовсім зарано. І погоджується з нами, тут з усіма, і Майк Помпео, екс-голова ЦРУ, і державний секретар США за часів Дональда Трампа. І він каже, що коли Трамп, якщо він переможе, так, і він побачить, що насправді відбувається в Україні, і відчує, як багато американців спочувають в Україні, почує ці речі, почує нас, то він буде завершувати війну лише на умовах вигідних Україні, а не Путіну. І, напевно, що це вже ми так тут розмірковуємо, вже нас цитую, що він, може, і зробить якийсь один дзвінок йому, але коли він почує те, що йому не сподобається, очевидно, так і буде, то це буде останні дзвінки Трампа Путіну, чи навпаки, і Трамп буде на своїх умовах грати. Чи розуміє Путін, які ризики для нього насправді, і чи не зарано вони там потішаються? Я зроблю ще один навіть шаг вперед. Трамп намеренно хоче сейчас блокувати помощь Україні для того, щоб потім пред'явити це Байдену. Що, дескать, ти не допомог Україні, і за тебе там така плоха ситуація, а вот я приду, і все буде добре. І він же говорив, що я предложу Путину сделку, а якщо він відкажеться, вторую частиць почему-то всегда забувають упомянути, а якщо він відкажеться, я дам Україні стільки оружія, що Путін проіграє. Це ж то, що він сказав. Сделка, от которой Путін не сможет отказатися, і вряд ли эта сделка буде включати в себе хотелки Путина, тому що, ну, все-таки Трамп, какой би він не був ексцентричний, але він понимає нормы международной политики, международного права, на которых все це, в общем-то, зиждеться. Він понимає, що якщо він признає якісь завоєвання, те завоєванные території в результаті війни, то він відкроє просто ящик Пандори. Тому я думаю, що Трамп действительно верить в те, що договориться можна зо всеми. Він по натурі своїй бізнесмен, він всячески це показує. Але зараз він заінтересован в тому, щоб любі начинання Байдена провалились. Він заінтересован в тому, щоб Байден к выборам прийшов максимально ослабленним, максимально опозоренным со всіх сторон, в тому числе і в Україні. Жаль только, що до выборов в Україні погибнет багато людей, з-за того, що американська помощь фактично заблокувана. Але, з іншої сторони, це вызов для Байдена. Наверняка є якісь інструменти, які можна використовувати з якогось президентського резерва, я не знаю, і розобновити помощь Україні з інших 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 средств. Ну, вот, да, це вызов Байду. Надо придумати, як це зробити в обход Конгреса, який блокирує все його начинання. Але именно Дональд Трамп навіть не даст ему стену в Мексике построити, тому що він хоче потом, щоб було зовсім плохо, а потім він придет, і сразу ситуація наладиться. Знаєте, що Дональд Трамп, йому тут задавали вопрос на якому-то из Праймерис, йому задавали вопрос, типа, що ви скажете по поводу экономических данних в Америке, що безроботица падає, число рабочих мест растет, економика растет, биржа растет, вот, типа, це ж достиження Байдена, що ви скажете по этому поводу? Він знаєте, що сказав? Він сказав, що американці вже чувствують, що я скоро вернусь, і поэтому економика растет. Вони знаєте, що я скоро вернусь, і знову буду президентом, і економіка зразу от одной мисли о Трампі почала расти. Ну, вот, такий він человек. Ну, я не знаю, мені кажуть, що він верить в те вещи, які він говорить. Я вот не ощущаю за ним прям такий фальши. Я даже більше скажу, мені кажуть, що Байден гораздо більше фальшивий. Байден такий конюнктурщик, апаратчик. Байден, вот, прошел всю кар'єру государственну, там, снизу доверху. Він такий апаратчик до мозга костей, партийний працівник. А Дональд Трамп, ні. Дональд Трамп, такий безшабашний парень. Я думаю, що він реже правду матку. Вот, говорить, що думає. Хоча Байден теж, знаєте, помните, як він сказав, ви думаєте, що Путін та в нього буває. Ну, і потім він порівнював і Хамас з Путіним, і, тобто, лунають інколи такі заяви цвів. І так, наступне моє питання таким чином звучить, виходячи з нашої дискусії, стану на цю хвилину. А чи достатньо зробив зараз Байден? А чи зробив вигляд, що зробив достатньо, аби притамувати трошки, пригальмувати республіканців і вирішити питання мексиканського кордону і міграції, допомоги нам з вами? Я не знаю, я поки не віду рішення. І я так розумію, що Трамп просто в буквальному смисі запугав республіканців. Республіканці бачать, що він безоговорочно побіждає на праймеріс. І він, в принципі, запугав їх, що кожен, хто не буде йому підчинятися, зараз потім просто вилітить з політики, його політична кар'єра закінчиться. І, так, дивіться, Байден не може знайти ніки і лазейки. Відь я, понимаєте, в республіканській партиї, ну, не знаю, 99-процентна підтримка Ізраїля. В республіканській партиї доволі багато є конгресменів, які підтримують Україну. І підтримують любу допомогу Україні. А тем не ми... Да, я не кажу вже о тому, що більшіство республіканців підтримують ту саму стену вдоль границі з Мексикою, яку, кстати, продвігав Трамп. Це ж його проєкт, це ж його ідея, з котрим яшов на прошлі вибори. І, тим не мене, вони зараз торпедірують все ці дела, і именно тому, що Трамп їх запугав, і Трамп хоче, щоб у Байдена все валилось з рук, щоб нічого з іниціативи начинання Байдена у нього не получалось. Ну і последній год Байден заходить на последній год, коли президент уже считається хромою уткою, і його влияніе вже ограничено, ну, якщо не прослеживаються чіткі перспективи, що він переизбереться на второй срок. Але ми розуміємо, що вероятність того, що він не переизбереться, она доволіна високая, і, в частності, Дональд Трамп теж, конечно же, этому дуже дуже спосібствують. Як виявилося, Росія за любов навіть в плані бізнесу до неї, так би мовити, платить членні гроші. Зокрема, платить Ірану 4,5 мільярдів на рік за імпорт шахедів для ударів по Україні. Ми тут розмірковуємо з нашими військовими експертами, що тяжко уявити, скільки вона платить Північній Кореї за ракети, які, до речі, теж уже летять по нас і по Харківській області. Зокрема, це виявляє наша поліція. Ось так. І все тому, кажуть російські воєнкори, що ось ці диктаторські країни, навіть вони, які Іран, які більше 40 років під санкціями, що дехто стільки не живе, що вони враховують ризики. Тому так обдирають російську федерацію, бо Росія має платити за свої ризики. А що таке? Чому бояться? І можливо, Іран уже поглядає на якесь пом'якшення санкцій в сторону Сполучених Штатів, насправді, і буде далі обдирати Росію? Ну, і що це нам говорить про рівень відсутності престижу у Кремля? Я не віжу в обозримому майбутньому сниження санкцій проти Ірану. Давайте не забувати, що Іран зараз веде гарячу війну з Соединеними Штатами, з Британією на Ближнем Востокі. Ну, не сам Іран непосередний, але його прокси і вважає, що це Іран. Це не Іран як держава, а корпус стражі ісламської революції. Обична така махінація для любителів гибридной війни. Я не знаю, покупається ли хтось ще на це. Они же теж як би це щас, що шахеди Путіну продавав не Іран, а корпус стражі ісламської революції. Ви ж розумієте, да? Ну, так, так. А в Донбасі сепаратисты купили себе танки в воєнторбі. Звісно, в будь-якому можна купити, будь-якому просто. Да, ну, ви ж розумієте, це абсолютно та жа сама игра, і, да, таке просто издевательство над здравым смыслом. Але, да, я не думаю, що в цій ситуацій хтось вообще буде говорити о снятии санкції з Ірана. Даже Європа, которая формально ще не вышла із іранської ядерної зроби. Формально Європа ще соблюдає іранську ядерну зробу, хоча Іран її вже давно не соблюдає. І, соответственно, обогащає Іран уже, Уран уже до почти военного уровня. Поэтому я не думаю, що проти Ірана будуть зніматися якісь санкції. Але, вот, ви маєте ввідо то, що хакери перехватили. Так, так. Мені там понравилось, що Россія расплачивалася з Іраном золотом. Потрясающе вообще, конечно, 21 век, криптовалюта. А Россія з Іраном расплачивається золотом. А почему? Потому що санкції, потому що свифт не работает. Потому що на Западі все архивы заморожені, потому що никто не хоче торговать в рупіях і в юанях. Так що мене це показалося дуже смішним. А во-вторых, я почему-то був уверен, що ці дрони намного дешевле. Ну, наверное, я думав, що вони дешевле раз в п'ять. Там цей один дрон стоїть 200 тисяч доларів, що-то в цьому роді. Тобто ці шахери, вони доволі дорогі, як оказалось. І я не знаю, скільки військових бюджетів, тому що в России військовий бюджет офіційний, це тож фікція. Не знаю, скільки, 4,5 млрд, ви говорите, в рік. По-моему, навіть більше там вийшло. 4,5 млрд на рік за імпорт тих шахедів, яким б'ють по нас. Зокрема, закуповують партію по 6 тисяч дронів. В сумі це 1 млрд доларів. А там є ще інші модифікації, розвідувальні, і ті, що з іншими, з боєприпасами, то вони навіть і дорожче коштують. Шахеди 238, зокрема, їх Росія планує закупити 2310 штук. Це ще 2,1 млрд доларів. Тобто там... Ну, слушайте, це ще раз показує, що свого Росія производити не може, а вот Україна може. І в Україні вже сьогодні производиться доволі багато, а буде производитися ще більше. І я дуже рад, що в Україні появився віддельний род войск, БПЛА, біспілотних войск. І, як Владимир Зеленський сказав, в течі роки произведуть мільйон дронів собственного производства. Ні от кого вже не надо буде зависити. І я думаю, що це буде ощутимий ущерб для России, тому що... Ну, шахеди, це ж просто террористично, це ж просто летаючий пояс шахида, який... Ну, не знаю, таке, оружие террора, скорее, да, а не оружие там точно ликвидації каких-то целей. Ми не видели, щоб шахеди там прилетали на фронте і ликвидували какую-то там батарею или танк на фронте. Це ж... Шахеда, це ж для другого. Но я ще ожидаю Ф-16, потому що, ну, да, вот сколько... 24 должны прислати Нидерланды, вместо 16 должны прислати 24. Я думаю, що Ф-16 це вже прекрасно допомнювати цю картину. Вот. Надо вже, наконец, д**ть цей черноморський флот, пустити його вслед за русским кораблем. Вот. Ну, і я не знаю, я думаю, що Іран-Россію в цій ситуації не спасет вместе с Северной Кореей. І я надеюсь, що из Европы сейчас будет поступать больше помощи, потому что они видят, что Байден пока не в состоянии выполнить свои обещания. Так что будем надеяться на украинские безпилотники и на Ф-16. Та ми вже аналоги ланцетів і чого тільки не виробляємо, і в піві дрони такий буде той мільйон, і не тільки лише. Цві, чесноїте, не виконують своїх обіцянок і вже ні на що не спроможен розійський диктатор Путін. І якщо раніше занадто може багато з цього сміялись чи пересміювалися, то тепер уже точно, вже навіть це не до сміху, йому так тим паче, я підозрю, вже ніхто нікуди не літить. Путін тут планував до Туреччини їхати. Я вже мовчу про їхню авіацію, яка не літає, і там 74 аварії вдвічі більше, ніж минулого року, це все санкції теж працюють. До речі, це так до слова. Може, немаємо на чому просто летіти чи їхати. Ну, там є, звісно, якісь собаки і коні, ну, щось Лавров, напевно, вести цього разу не хоче. І Путін передумав їхати до Туреччини. Про це пропагандистські помитці під назвою ТАСС повідомляють дипломатичні істочники. Значить, собеседник агентства каже, візит отложен, подробності поки неізвісний. А я подумала, так, а з чим же його їхать, якщо не то, що яєць немає, які, правда, подешевши, але тим не менше. А що і немає 33% російських кораблів уже просто. А він же там про якусь мощ в Чорноморі хотів говорити і про умови зернового коридору, який він демаршував 17 липня. І не летить свій. А що трапилось? Ну, слушайте, Путін вже навіть в Армінію не може полетіти після того, як Армінія ратифіцірувала римський статут. І він не був чинний. Як тільки він приземліться в Єревані, його повинні будуть одразу арестувати. Ну, у них, звісно, є інші запасні, Путіни, але все одно в Армінію він вже не скоро полетить. А крім того, він літати-то боїться. У нього є бронепоєст, на якому він їздить, тому що... Ну, вот Пригожин літав, літав, і де тепер Пригожин? Він боїться літати в Росії в самоліте. Мало ли, що може злочитися. Мало ли, да, це ж треба за собою вести все ПВО, яке є в Росії, там, не знаю, всю авіату, щоб його охранять. Ну, трудно, довольно трудно настоящого Путина перевозити по воздуху. Я думаю, що ненастоящих Путина перевозят. Да, вот, всякісь там, в Калининград, на Дальний Восток, куда-то в Калининград вообще надо було пролетати над вражеской территорией недружественних стран. То есть, этих не очень жалко. Но настоящий Путин, я думаю, що путешествует исключительно на бронепоезде. А вот, с Турцией я не знаю. Я не знаю, я не очень понимаю, в чем сейчас суть этого визита Путина, только чтобы еще раз показать, что он не в международной изоляції перед выборами. Ну, може быть, но проще тогда Эрдогана пригласить в гости. Поэтому, ну, не знаю, меня это не удивляет. И, ну, будет сидеть в своем бункере и кататься на бронепоезде по своей бескрайней стране, где ему все равно, несмотря ни на что, мало места, да, и он хочет еще у кого-нибудь что-нибудь поотнимать. Ну, вот так, такой человек. А для, ну, да, чи, не до человек. Ну, как кататься, может, он уже скоро и не будет, потому что атаки на разные нафтобазы контингента войск оккупационного это принесет России очень большие проблемы, тем более, что они сейчас не в том состоянии, когда они могут что-то быстро восстанавливать. У них там что-то, ничего не восстанавливается, не строится, не клеится, руки не оттуда растут. Вот, шахеды они сами сделать до сих пор не могут, несмотря на то, что получают из Ирана все комплектующие. Ну, вот как-то не получается, да. Единственное, что они могут там купить на Алиэкспрессе, перекрасить и показать на какой-нибудь выставке последние достижения великой и выдающейся российской науки и российских технологий. Но на самом деле реально мы видим, что взрывы эти выводят все эти нефтеперерабатывающие заводы и выводят из строя довольно надолго. И это больно, это ощутимо. И если этих ударов будет значительно больше, качественно больше, то я думаю, что это создастся очень серьезные проблемы для путинской армии в Украине. И это прекрасно, просто, что по всех фронтах его объемов он даже не понимает масштабы этого действия, потому что они все напишут на папирцах. Цвим, как традиционно мы с вами говорим про ситуацию в секторе газа и про вимоги Хамаса, и про то, что премьер-министр Израилю Бенемини Таньяху заявил, что он не принимал сейчас мы видим все вот эти попытки, это попытка разделить на ноль. В математике нельзя разделить на ноль, любое число на ноль разделить невозможно, но можно, знаете, сделать, а давайте так подумаем, давайте вместо ноль напишем один минус один, а давайте это потом возьмем в квадрат, давайте это раскроем, как квадрат разницы, там и так далее, то есть это идут некие математические трансакции, трансформации, но в конечном итоге все равно не поделится, потому что на ноль делить нельзя, как-то там это не трансформируй, вот, все равно на ноль не поделится, потому что Хамас требует капитуляции Израиля, а Израиль требует капитуляции Хамаса, вот буквально час назад состоялась пресс-конференция Бенемина Нетаньяху, который сказал, что условия Хамаса отвергаются, не будет сделки на таких условиях, и сказал, что победа уже близка, еще немного, и мы победим, и действительно мы можем это видеть на секторе Газа, да, фактически остается один Рафиах, а все остальное уже находится под контролем Израильской армии, ну, я имею ввиду надземную часть, можем сказать, что большинство батальонов в Хамаса выведено из строя, уничтожено выведено из строя, у него остается там не более четырех батальонов в Рафиах, и последний город остается Рафиах, который переполнен беженцами, и который выходит на границу с Египтом, и это два обстоятельства, которые очень затрудняют на данном этапе проведение там военной операции, я не очень представляю, как можно воевать в маленьком городке, где просто яблоку негде упасть беженцев находится сейчас, ну не в самом городе, но в городе и в окрестных районах, там вдоль побережья моря, там расположены бесконечные палаточные городки для беженцев, и кроме того, Египет всячески выражает Израилю возмущение, у Израиля есть с Египтом соглашение о границе, и Египет не хочет, чтобы израильские войска выстраивались там на этом участке границы между Египтом и Газой, но то есть здесь надо договариваться, здесь нужны политические решения для того, чтобы это все дело завершить и закончить эту войну, я не знаю, арестами или ликвидацией Синвара и других главарей Хамаса, никто не знает сейчас где они, они уже давно не выходят на связь со своими командирами, они где-то прячутся в бункерах под землей, может быть их уже даже нет в секторе Газа, но проблема сегодня, на мой взгляд, только в том, пока не принято политическое решение о том, что там будет на следующий день, вот взяли Рафиах, установили там израильский флаг, что дальше, что мы делаем дальше, вот этого мы пока не знаем, есть самые разные предложения от самых разных стран, все эти предложения нам не нравятся, одно хуже другого, но все равно нам придется что-то выбирать и строить что-то свое, но вот у нас пока это не получается, мы занимаемся постоянной прокрастинацией и откладываем решение до последнего момента, это отрицательно сказывается, конечно же, на армии, армия не понимает, какая конечная задача, хотим ли мы взять на себя все функции гражданского управления, армия не может этот вопрос решить, этот вопрос должны решить политики, вот почему бы Израилю не раздавать в Газе гуманитарную помощь, зачем это делать через УНРу, которая равна Хамасу, и потом устраивать истерики у нас на заседании правительства военно-политического кабинета, просто истерика, министры протестуют против Нитаньяу, что 60% гуманитарной помощи попадает прямехонько в руки Хамаса, так давайте, давайте мы сами будем распределять, и тогда ноль помощи будет попадать Хамасу, давайте сами заправлять генераторы в больницах, чтобы у них в реанимационных отделениях был свет, ну, армия не может решить такой вопрос, должен быть вопрос решен политическим решением, да, мы берем контроль, в тех местах, где террористы уже зачищены, Израиль уже снизил там свое военное присутствие, там, как ни в чем не бывало, повылезали из-под земли чиновники хамасовские всякие, даже регулировщики на улице стоят регулируют движение, хотя там движения сейчас немного, но все равно Хамас всячески показывает, что он никуда не делся, он остается, и пусть никто даже не мечтает, что он куда-то уйдет, это обычно люди без оружия, то есть они понимают, что стрелять безоружных Израиль не будет, но это власть Хамаса, Израиль там свою власть не установил, а Хамас уже возвращает туда свою власть, вот это не то, что мы хотим, и у нас уже появилось общественное движение, которое организует акции протеста против такой политики, зачем мы выводим войска из тех районов Газа, которые мы сейчас контролируем, вместо того, чтобы закрепляться там и строить власть, но мы не можем это делать, пока мы не решили, армия на свой страх и риск начала строить разделительную полосу вдоль границы с сектором Газа, но политического решения опять же нет, правительство ничего не решило, мы не знаем, будем мы строить эту разделительную полосу или не будем, если мы ее все-таки строим, значит, мы собираемся уйти к линиям 6 октября, а если мы только скажем, что мы уходим к линиям 6 октября, начнется в Израиле волна протеста и возмущения, а потом еще ребята, которые вернутся из Газа, резервисты, я не знаю, что они сделают с этим правительством, если они решат возвращаться к линиям 6 октября, но они, 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 об этом не говорят, но и оставаться там они тоже как бы не хотят, то есть получается, что вот так вот они пытаются сесть между стульями, между всеми стульями, и у всех сегодня ощущение какого-то тупика, сегодня ровно 4 месяца с начала войны, война началась с 7 октября с нападения Хамаса, чудовищного нападения Хамаса на израильские поселки, на музыкальный фестиваль, на израильские, ракетные обстрелы израильских городов, это прошло уже 4 месяца, вот сейчас есть некое такое, такое ощущение тупика, но не военного, а именно политического, потому что нет политических решений, которые должны были быть приняты уже давно, и это вот, собственно говоря, нас сегодня останавливает, потому что с военной точки зрения все идет неплохо, все идет неплохо, и потери, в общем-то, нельзя сказать, что такие какие-то чудовищные, ну, конечно, каждый погибший, это потеря для его семьи и так далее, но если брать просто циничный счет войны, да, я думаю, что в Украине понимают, о чем я говорю, то за это время у нас погибло немного более, ну, где-то под 250 человек, то есть где-то 1-2 человека в день в среднем, да, то есть это не такие большие цифры, учитывая, что они ликвидировали уже тысячи, многие тысячи террористов Хамаса, и это еще раз свидетельствует о мастерстве подготовки, экипировки вооружений израильской армии. Кстати, сегодня сообщили, Ирина, меня это очень порадовало, что израильская вот эта лазерная пушка, которая называется щит света, она уже почти готова и в скором времени уже поступит на оперативное дежурство. Это ракета, которая будет, не ракета, в смысле, а это лазер, который будет именно электрическими зарядами сбивать всякие РПГ, всякие там маленькие ракеты, беспилотники и так далее. Прямо как вот дополнительный модуль будет устанавливаться на установку железного, на комплекс железного купола, будет еще один такой дополнительный модуль, который будет стрелять лазер. Вот сказали, что уже очень скоро в течение 24-го года этот боевой лазер уже поступит на вооружение израильской армии. Вот это тоже меня сегодня очень порадовало. Но опять же таки, военные достижения, они очевидны, военный исход войны понятен, Нитанео говорит, что осталось совсем немного, но те решения, которые уже должны были быть приняты, они до сих пор не приняты. И в этом сегодня, на мой взгляд, самая большая проблема. Мы не знаем, остаемся мы или мы уходим. Строим мы какую-то разделительную полосу или мы остаемся. Что будет в газе на следующий день? Кто будет распределять гуманитарную помощь? Хотим ли мы, чтобы не было больше бапора? Или мы не хотим, что ли мы хотим, чтобы бапор остался? Хотим ли мы, чтобы туда вернулась палестинская автономия? Или мы не согласны? Или мы хотим, чтобы палестинскую автономию сначала реформировали, а потом мы готовы? В общем, все эти вопросы, они по-прежнему остаются без ответов. Правительство виляет между каплями, не дает ни одного прямого ответа. И это вызывает сегодня у нас в Израиле такое ощущение тупика. Я все-таки надеюсь, что они, в конце концов, возьмутся за голову, потому что у нас уже вовсю идет вот эта мелочная партийная политика. Уже все только думают о том, что будет на следующих выборах. Я просто надеюсь, что после следующих выборов у нас в КНЕСТе останется немного лиц, которые мы видим сегодня. Я на это очень надеюсь, что у нас будет очень большое обновление, смена поколений, должна прийти новая кровь, и хватит нам уже этих генералов. Генералы показали, к чему приводят эти их концепции. Это должны быть люди, которые возвращаются с фронта, резервисты, которые воевали, проливали кровь, защищали эту страну. Вот они должны понять, что больше это сделать некому. Они должны пойти в политику, для того, чтобы изменить какие-то очень важные, базисные вещи в устройстве Израиля. И мы очень сегодня на это надеемся. Так мы надеемся, что все налагодится, и будут расставлены правильные акценти в этих вопросах, и сделаны кроки, главное. А щит света хорошо звучит так, потому что всегда светло перемагает ось таку темряву, терроризм, и ось такие поганые явления. И бантик, чтобы мы так закончили на позитивной ноте. Я знаю, что вы считаете, что это не важно даже нашего часа обговорения, но это просто смешно. Тут Дмитрий Медведев побачил тоже щит алкоголя, который его защищает, дав трещину. И он там усведомил, что НАТО готовится до войны с Россией. Дійшло до него уже два месяца таких публикаций, и мы с вами обговорювали. Ну вот, Медведев дорвался не лише до бокала, а и до интернета, судячи из ущего. Назвался это опасной болтовнёй Запада. Ну, что ж тут? Как же, что еще иначе сказать? Ну, и сказал, что Россия, что-то тут не клеится, потому что Россия же каже, что все НАТО против неи воюет. Выстоять в полномасштабной войне с НАТО Россия, а и так выхода нет. И даю вам прям три шанса, думаю, вы с одного порытеся, сдогадатись, что застосует Россия в таком случае. Да, ядерное бою, ядерное оружие. Сектор призна. Ну, слушайте, что тут комментировать? Мы это слышали уже много раз, и всякие угрозы, и безответственные заявления от самого Медведева, да? И, ну, мы с вами над этим посмениваемся. На самом деле, на Западе это принимают очень серьезно, потому что они-то не понимают, что это совершенно к**шая личность, и они считают, что это второе лицо в России, в государстве. Хотя там, в общем-то, они все такие, по-моему, но это вот второе лицо в государстве, да? Он возглавляет Совет национальной безопасности, он бывший президент, он как бы второе лицо после Путина, да? И я думаю, что на Западе это все всерьез принимают, все эти его заявления, но, слушайте, если думать о ядерной войне в том понимании, что будут летать стратегические ядерные ракеты, то все, да, просто нет будущего у цивилизации, у всей нашей планеты, да? Ну, а если говорить о применении ограниченного ядерного оружия, слушайте, а что это даст Путину? Вот что это даст Путину? Вот мы много раз говорили уже, да, Путину угрожает. Вот если бы Путин, не дай бог, не дай бог, не дай бог, применил бы ядерное оружие в Украине, что бы это для него изменило? Вот что? Вот снес бы он какой-то был, он и так снес, он на Мариуполь сбросил столько боеприпасов, что это не меньше, чем ядерный удар, да? То есть, если бы он по Мариуполю совершил бы ядерный удар, то, ну, я не считаю там радиоактивное заражение, то Мариуполь выглядел бы примерно так, как он выглядит сегодня, да. Что это для Путина изменит? Ну, это абсолютно ничего не изменит, но это может спровоцировать удар по нему лично. Ему дали понять, что применение ядерного оружия приведет к тому, что будет ликвидирован он лично. То есть не будут стрелять по каким-то российским ядерным объектам, а будут стрелять по бункерам, именно вот туда, где он может находиться. И я думаю, что его такая перспектива совершенно не прельщает, и это, в конце концов, угроза, которая останутся просто угрозами. Но да, это сдерживающий фактор. У России ядерное оружие, именно поэтому с ней так расшаркиваются и пытаются ее не злить, и какие-то красные линии до сих пор, и не дают Украине стрелять западным оружием по территории России. Ну да, вот поэтому ничего не сделаешь. Чего не сделаешь. В свое время Украина отдала свое ядерное оружие, поверила мировому сообществу. Но вот когда пришел совершенно наглый Путин со своим ядерным оружием, напал на Украину, то оказалось, что защитить-то ее некому, потому что этого ядерного медведя все боятся. Да, вот ошибка, наверное, была. Надо было Украине оставить себе ядерное оружие. Хоть немного. Тогда, может быть, была бы совсем другая ситуация. Да, ЦВІ. Дякую вам за позицию и за вашу качественную журналістику, за то, что такие люди в нашей профессии есть. До наступных встреч. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok